Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Ко мне в последнее время негатив так и липнет со всех сторон. За два года я сменил три компании, везде конфликты с руководством. Осенью, например, ходили гулять в парк, за один день два раза ко мне прицепились пьяные. С парнем иногда ругаемся, но тут всё более-менее нормально. Сегодня сильный конфликт с нерусским соседом был. И так по мелочи. То с турагентством, то с управляющей компанией моего дома. Раньше такого не было. Все началось пару лет назад с работы, и теперь не знаю, как эту череду прекратить. Ну вот, смотрите, да, дальше вы пишете информацию, как бы не относящуюся к вопросу. Мне кажется, что ваша реакция, ваше такое вот раздражение, ваша злость находит выход в этих ситуациях. Потому что, с одной стороны, вы что-то в себе сами, вероятно, как-то вот пытаетесь, да, сдерживать. Вы сами где-то, вот, себя не проявили. Вы где-то как-то себя, по всей видимости, подавили. А сейчас вы, соответственно, уже совершенно в других ситуациях себя вот проявляете. То есть, иными словами, где-то у вас был конфликт. Иными словами, где-то вы себя, ну вот, как-то подавили, обидели. Сами себя, сами, вы сами, сами себя, сами, вот, сами с собой это сделали, к сожалению. Вот. А теперь эти ситуации вам даются для того, чтобы не забывать о том, что бы упустили. Ну, а вы на них, вы на них реагируете, само собой, несколько, ну вот, несколько неосознанно, да, несколько, так скажем, бессознательно. Вот. То есть, очевидно, что имеет место быть раздражение, очевидно, что имеет место быть злость, злость, но вы, вот, не знаете, как вам в целом с этим обращаться. Вот. Поэтому здесь нужно найти, во-первых, по всей видимости, ну, травмирующий фактор, да, то есть, с чего все началось, что, что вы в себе все-таки подавляли. А дальше нужно научиться экологично эти чувства выражать. Вот. Я думаю, примерно в таком ключе, ну, можно, можно вам ответить. Другой вопрос, другой вопрос, другой вопрос заключается в том, хотите ли вы этого, потому что, если проанализировать историю, например, ваших конфликтов, то здесь, на мой взгляд, довольно сильно бросается в глаза то, что вы ведете речь в основном, о своих претензиях. То есть, вы говорите об этом, что у вас есть претензии к людям, с одной стороны. С другой стороны, к вам цепляются пьяные. Почему? Да, потому что сейчас вы находитесь вот в такой своеобразной, ну, позиции, как бы, жертвы. Вот. И, на мой взгляд, как мне кажется, очень важно подходить к этой ситуации с позиции личной ответственности. То есть, на мой взгляд, очень важно, чтобы вы не говорили, допустим, о том, что вот ко мне цепляется негатив, а чтобы вы говорили, например, что, ну, как-то вот как-то вот я теперь на этот негатив стало больше обращать внимание. Стал он меня, этот негатив теперь больше цеплять. Стал он меня больше трогать, стал он меня теперь больше привозить, стал он меня это задевать. И, в принципе, на мой взгляд, очень быстро можно прийти к тому, да, какой вы себя чувствуете. Я имею в виду в этом негативе, то есть, вот, ну, в конфликтах какой вы себя чувствуете. И так далее. На самом деле, это не так сложно увидеть, на самом деле, это не так сложно рассматривать, не так сложно до этого дойти, не так сложно выяснить причину. Причина здесь и не важна. На мой взгляд, гораздо важнее, что вы будете с этим делать, потому что то, что вы о себе думали, то, какой вы себя представляли, то, какой вы себя видели привыкли, и видите, что вы видите, возможно, скорыцово не соответствует. Действительно, что вы. И вот это, наверное, самый, такой, неприятный для вас момент, потому что вам придется в какой-то степени отказаться от того, какой вы себя видите, привыкли, и взять на вооружение другую концепцию, другое видение себя. Здесь есть такой важный момент, что самой по себе, да, как бы самой по себе концепции-то вообще у вас нет. То есть любая концепция, в рамках которой вы всегда видите, в общем-то является деструктивной и вас ограничивающей. Вот. Поэтому в глобальном смысле та конфликтность, которая сейчас есть у вас связана с попыткой отстоять свой статус-кво связана с попыткой удержать себя в той мобиле, в том ракурсе, в котором вы себя видите, привыкли. А гештальт подход, в котором работаю я, активно взаимодействуют с такого рода проблематикой. Вот. И если у вас есть вот желание, то можно с этим поработать. Можно это вот что называется, да, поисследовать можно в этом направлении как-то вот двигаться. Вот и все. Конфликтные ситуации с вашим молодым человеком, несмотря на то, что вы называете их нормальным, являются следствием этого же. И нет, дело здесь совершенно не в том, что конфликтов быть не должно. Я думаю, что вы сами прекрасно понимаете, что конфликты в общем и целом это нормальная история, и что ну вот самих по себе, да, конфликтах ничего ну ничего плохого нет в самих по себе конфликтах. Проблема заключается в том, если конфликты повторяются, если нет решения, тогда в какой-то степени конфликты становятся самоцелью. и вот здесь на мой взгляд начинаются трудности. Вот здесь на мой взгляд начинаются проблемы. Поэтому очень важно увидеть, чем вы сталкиваетесь с самой собой в рамках конфликта генной ситуации. Вот. Я думаю, что не так сложно это сделать, я думаю, что не так сложно до этого дойти. Вот. Вопрос в том, есть ли у вас желание. да, вы говорите, что хотите найти психолога, да, говорите о том, что вот, ну, что вам хочется найти своего. Я думаю, что ответ, ответы специалистов в этом смысле вам не дадут той информации, которую вы ищите и не дадут того, чего вы хотите, потому что на мой взгляд правда заключается в том, что вам нужно непосредственно работать, непосредственно пообщаться со специалистами, с несколькими специалистами, либо рекоменда... ну, по рекомендациям вот как-то чтобы понять, да, хотите ли вы или нет работать. На мой взгляд не так важен специалист, как желание клиента что-то в своей жизни менять. если такое желание есть, то вам просто нужно ну, опять же, на мой взгляд, да, просто нужно опираться на психолога в этом смысле. Просто опираться на психолога и, я бы сказал, не вмешиваться в этот процесс. Конечно, это зависит от вас во многом. Но вот когда начинается история о том, что там хочу найти своего там психолога, да, там, не знаю, напишите в какой пиродигме работать, это уже рационализация идет. Потому что вы не можете знать, как мне кажется, какой подход вам подойдет. Вы этого не можете знать, и мы этого не можем знать. Понимаете? Какая штука здесь. Поэтому я думаю, что ответить вам можно примерно таким образом. то есть была ситуация для вас травмирующая. Ситуация, на которую вы вероятно никак не отреагировали. Или отреагировали, но не так, как вам хотелось. Вот. Которую вы не прожили до конца и которую проживаете сейчас. Вам тяжело, вам больно, вам трудно, вам плохо, но вы не знаете, что с этим делать, потому что возможно для вас это непривычно, возможно для вас это в новинку. А обиды как бы остались. Вот. Обиды, невыраженные чувства и так далее. вы находитесь в состоянии жертвы. То есть в какой-то момент вы отказались от ответственности личной. Вот. За себя, за свою жизнь. И в общем и целом когда вы переложили свою ответственность на другого человека, неважно кто это был, вы оказались зависимы от него. Вы потеряли власть над своей жизнью, к сожалению. Вот. на мой взгляд какая здесь довольно печальная история. Вот. Ну, все это корректируется, вот, все это поправляется. проблем с этим в принципе нет. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать работу над собой. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она, конечно же, необходима. Добавил субтитры субтитры